Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас рада приветствовать от имени Всероссийской Государственной Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. И сегодня у нас завершающее занятие нашего небольшого цикла «Французский через новости» на портале Культура.РФ, который мы делаем совместно со Школой Французского Языка. И если вы с нами уже третий раз, вам очень нравятся эти уроки, я напоминаю вам, что еще 15 подобных выпусков вы можете найти на YouTube-каналах Школы Французского Языка, Библиотеки иностранной литературы, а также в Instagram Культурного Центра Франкотека. Я рада вам представить Юлию Ли, директора и основателя Школы Французского Языка и городсмена России в номинации «Самый массовый урок иностранного языка в России». Здравствуйте, дорогие друзья, рада вас видеть. У нас сегодня с вами третье заключительное занятие на портале Культура.РФ. Надеюсь, что вам понравится. Расскажу немножко о занятии, если вы еще с нами не были. Я выбираю актуальные новости, которые буквально были опубликованы в последние два дня, может быть, даже накануне. И мы разбираем их, мы учимся читать, работаем с произношением, разбираем лексику, грамматику и какие-то интересные особенности, которые мне показались особенно любопытными. Первый раз я читаю статью достаточно медленно, чтобы вы ее понимали. Если ваш уровень начальный, то есть А1 или А2, вы совсем недавно учите язык, то вы смотрите на экран, у вас есть изображение, сейчас оно появится, и следите за тем, как я читаю, чтобы у вас не было дополнительного стресса. Если уровень у вас уже побольше, то есть А1 и дальше, не смотрите, пожалуйста, на статью, воспринимайте именно со слуха, потому что в конце я буду читать еще раз, побыстрее, и будет здорово сравнить, как вы воспринимаете статью в начале, до работы и после анализа вместе с вами всего вот этого материала в конце. То есть вы потом можете написать нам в комментариях, на почту, например, что я понимал сначала 20% статьи, а потом побольше. Потом я смотрю с вами лексику именно статьи, то есть какая именно ключевая лексика нас интересует. Данная статья у нас очень веселая, тут у нас священник поливал прихожан из святой водой, из маленького пластикового пистолетика. Вот все, что это лексика, какая лексика нас интересует, чтобы эту статью понять. Вот всю эту лексику я вынесла именно в этот параграф. Дальше у нас есть лексика, которая именно универсальна. К каждой статье относится, если вы вдруг зайдете на какой-то другой ресурс медиа, чтобы все вы понимали, где у нас находится начальная страница, как написано опубликовать, как написано, например, обновить страничку, комментарии, публикации и так далее, рубрики какие-то. И потом я еще раз все это перевожу уже дословно. Ваша задача понять, как французские фразы конструируются. Перевод некрасивый, но зато вы понимаете сами, как вообще именно мысль француза продвигается. И последний этап. Мы смотрим с вами грамматику и remarки. Я там даю примеры определенные. Еще параллельно мы с вами все это прочитываем, хорошо произносим. В самом конце я читаю уже быстро, и вы наслаждаетесь, вы отдыхаете, вы уже хорошо поработаете и будете именно сравнивать, как у вас произошло изменение восприятия этой статьи в начале и в конце. И давайте начнем. Я думаю, что к нам уже все присоединились. Если кто-то присоединился попозже, сможет потом пересмотреть начало. У него читаю. Опять же, у кого начальный уровень, смотрите. У кого уровень уже средний и больше, не смотрите. Я читаю достаточно медленно. У наслаждайтесь. А 14h45, Миза-жур, Леван, мэй, 2020, А 14h45. 5 комментэр, 489 Партаж. И вот наш прэтр, священник, который из маленького пластикового пистолетика поливает своих прихожан, они вот в машинах сидят, и ему протягивают свои корзины пасхальные, он их освещает. И вот наш комментарий. «Le père, ваше дэросе, лефиделли бенит». Capture дэкран Facebook. И вот. «Он и ва». «Порестить лешју лешју мэсу дистанција соција, ў ў ф propos фар фар је дэксрапја и дээропјі дэплэти. Се сј кэ сј сј ка дэмонтрае ле пэр Тимпелк, un прêtre de 70 ans, originaire du Michigan, exerçant à Détroit. Il a utilisé un pistolet en plastique rempli – здесь я шубка, здесь нет О, у них у печати, ка? – rempli до bénит lors de la messe de la semaine sainte pour bénir ses paroissiens, rapporte Base Fit News. L'idée originale était de faire quelque chose pour les enfants, a-t-il confié. Ils étaient sur le point de vivre une fête de Pâques comme jamais auparavant. Alors, je me suis dit, que pouvons-nous encore faire pour respecter tous les protocoles de distanciation sociale? A également expliqué le prêtre qui est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux après la diffusion de cette messe. Une première photo a été postée sur la page officielle de la paroisse sur Facebook au mois d'avril. Mais elle est en réalité devenu viral une fois relayée sur Twitter. Respecter les distanciations sociales. Après avoir consulté un ami médecin pour s'assurer que sa démarche ne mettait pas en danger les paroissiens, le père Tim Pelk a donc utilisé un pistolet en plastique pour bénir les paniers de Pâques qui lui étaient présentés par les croyants. Ceux-ci s'arrêtaient devant lui en voiture. Les gens voulaient voir le bon côté des choses qui se passaient dans le monde dans ce moment, expliquait Christine Busk qui gère la page Facebook de la paroisse. Ils l'ont vu et je pense qu'ils ont aussi remarqué que Tim Pelk se souciait suffisamment de ses paroissiens pour garder ses traditions vivantes en travaillant dans le respect de directives sanitaires. A tel ajouté le religieux a inspiré plus dans sur le web son initiative a été largement détournée. Et voilà. J'espère que vous avez aimé l'article. J'espère que vous avez aimé l'article. ne voulons si vous n'est 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 vous ne n'est pas de de si de de vous n'est tout n'est n'est impossible. Un prête прочитать, произнести хорошо, проартикулировать, то есть в любом случае будет полезно. Давайте начнём. То есть те слова, которые помогут нам эту статью по ключевым словам понять. Самое главное слово тут. Артикулируйте вместе со мной, открывайте широко рот. Это священник. Вот это вот священная святая вода, которую поливают во время служб. Следующее. Вообще слово «фидель» переводится как «верный», но в данном случае это как верующие люди, которые приходят. «Анфидель» – это мужчина, «Юнфидель» – это женщина. Слова, которые заканчиваются на «э», в принципе, только по артиклю или каким-то другим контекстам показывают нам, что они женского или мужского рода. То есть слово и туда, и туда можно использовать. «Юнфидель», «Анфидель» – только благодаря артиклю. Дальше. «Анфу пистолей» – это ложный пистолет, то есть игрушечный пистолет, дословно ложный. «Юн мэсс» – служба месса. «Ансуит» – «les mesures de distanciation sociale». Вот эти вот меры по дистанцированию, чтобы люди от друга подальше находились сейчас во время карантина. «Les mesures de distanciation sociale». «Ансуит» – «le père» – вообще-то это папа, но в данном случае как отец. У нас тоже в нашей православной тоже религии говорят «le père» – «отец». Так что здесь это в этом контексте использовано. Дальше. «Экзерсе» – там у нас было причастие настоящее. «Экзерсон» – я добавила слово «мети», чтобы понимать. То есть это осуществлять именно о профессии идет речь. «Экзерсе» – «экзерсе» – «мети» – это ремесло или профессия. Дальше. «Bénir ses paroisiens» – благословлять своих прихожан. «Bénir ses paroisiens». Десятое. «Vivre une fête de Pâques comme jamais auparavant». Давайте по кусочкам. «Vivre une fête de Pâques comme jamais auparavant». «Проживать, переживать пасхальный праздник, праздник Пасхи, как никогда раньше». То есть в другом совершенно контексте нельзя было ни с кем играть. Там про деток было написано, нельзя было… Они яйца, например, ищут или шоколадные вот эти вот… «Зайцы везде». То есть вот по-другому все это происходило. Дальше. «Respecter les protocolles» – у нас уже в других уроках было, когда какие-то правила, законы, своды, в данном случае протоколы. Если мы их соблюдаем во французском, мы их уважаем. «Respecter les protocolles». Дальше. «La paroisse» – «приход». Немножко интересная лексика, особенно если у вас уровень совсем маленький, а вы уже знаете слово «приход» и «прихожане». То есть вот. Небанально. «La paroisse» – «très relier sur Twitter». У нас был уже глагол «roulier» в одном из уроков. Это значит «распространяться именно по социальным сетям». И вот по социальным сетям в Твиттере, в Фейсбуке это будет предлог «sur». «Rolier sur Twitter». Дальше. «Mettre en danger quelqu'un» – «ставить в опасность кого-то», то есть подвергать кого-то опасность. Он узнал у своего друга, врача, опасно ли будет, подвергает ли он опасности своих прихожан, если он будет из них, из пистолета, святой водой в них стрелять. «Mettre en danger». Дальше. «Les croyants» – это верующие. То есть это синонимы с «fidèle». В различных контекстах, конечно же, можно там разные слова употреблять, но в принципе здесь это как, чтобы не повторяться, автор статьи использовал. «Travager dans le respect des directives sanitaires». Работать в соблюдении, в уважении по-французски вот этих вот директив санитарных, то есть что и как соблюдать, нужно было дистанцию, etc. On y va! Всё, теперь произносим ещё раз. Un prêtre, le bénit, un fidèle, une fidèle, un faux pistolet, протягивайте хорошо, артикулируйте, чтобы по-французски было, не просто так, громко произносите. «Une messe», «les mesures de distanciation sociale», «le pair», «exercer un métier», на «un» открывайте рот, «exercer un métier». У нас вообще больше открывается в французском, чем в русском. Ensuite. «Bénir ces paroissiens», «Bénir ces paroissiens», и переведу для тех, кого не было. «Pretre, священник, le bénit, священная vada, une fidèle, un fidèle, верующий, un faux pistolet, не настоящий грустный пистолет, une messe-служба, les mesures de distanciation sociale», вот эти меры по дистанцированию между людьми, «le père, отец, святой отец», «exercer un métier», осуществлять какую-то профессию, ремесло, «bénir ces paroissiens», благословлять своих прихожан. Документы, если вы хотите получить PDF-версии красиво, с пометками, вы можете написать его в франкотеку, они вам вышлют его. Mais bon, on y va, дальше. Читаем, хорошо артикулируем. «Vivre une fête de paque comme jamais auparavant». Чтобы красиво было, протягивайте, не рубите, чтобы не было вот таких вот спадов. Вытягивайте вот те места, где вы, кажется, хотите сделать вот ударение. «Vivre une fête de paque comme jamais auparavant». Я себе всегда руку помогаю, мне так как-то тонусный звук получается. Ensuite. «Respecter les protocolles». «Respecter les protocolles». Открываем широко рот, следующее. «La paroisse». «La paroisse». И четко конец произносим. «С». «Le…» «А, pardon. «Réléer sur Twitter». «Réléer sur Twitter». «Mettre en danger quelqu'un». «Les croyants». «Les croyants». «Les croyants». «Travailler dans le respect des directives sanitaires». «Travailler dans le respect des directives sanitaires». Во французском артикуляция намного более живая, нам нужно максимально широко открывать рот, для этого нужно делать зарядку. Скороговорки различные вы можете найти у нас на канале, стихотворения учите, делайте просто упражнения на дикцию и артикуляцию, и у вас будет лучше получаться. Вот самая большая проблема, что мы не можем произнести так, как они. Потом расстраиваемся. Если вы будете делать все упражнения правильно и долго, потому что это не сразу происходит, то у вас все получится. Давайте сейчас переведу для тех, кого не было. «Vivre une fête de Pâques comme jamais auparavant». «Переживать праздник Пасхи, как никогда ранее», «Соблюдать протоколы», «Приход», «Распространить в Твиттере», «Подтвергать кого-то опасности», «Верующий», «Работать в соблюдении санитарных директив, приказов». Et voilà. «Le vocabulaire de l'article». «Le vocabulaire de l'article» — это тот vocabulaire, который нам помогает понимать вообще организацию. «Publier» у нас было слово, это «опубликовывать что-то». «Publier» именно. Еще есть слово «poste», но «poste» обычно про пост какой-то говорят, а статьи они «publier». Дальше. «Mettre à jour» — дословно «ставить в день», то есть «обновлять», то есть чтобы было все день в день сделано актуально. «Insolite» — это что-то очень странное, что-то очень необычное. Вы, скорее всего, знаете уже прилагательное «bizarre», а «insolite» — это прям сумасшедшее что-то. И, кстати, именно в газетах рубрика, когда что-то из ряда вон выходящее, они говорят «insolite» — они «bizarre». Ensuite «un commentaire» — это «commentary». Вы нам их тоже оставляете, пожалуйста, нам нужно чувствовать с вами какую-то связь. «Partage» — это «делиться». Например, вы видите какую-то интересную публикацию, и вы это «partagez». И, кстати, наш урок тоже «partagez». И «en partage» — это вот именно вот этот факт того, что кто-то чем-то поделился. «Capture d'écran» — это скриншот. «Capture» — это «что-то схватить», то есть вот на экране что-то схватили, это «capture» чего экрана. «Capture d'écran» — «rapport plus source» — это рассказывает, перекладывает, докладывает, и плюс вы какой-то ресурс ставите, и получается, что вот как в этой газете источник указан. Или же можно точно так же предлог «sulun» и точно так же какой-то вот источник указать, например «sulun times», «sulun commerçant» или «rapport commerçant», «rapport times», etc. И вы увидите, что вот кто первым, например, эту новость распространил. И вуаля, давайте теперь всё я перевожу, даю какие-то ещё комментарии, чтобы каждый-каждый момент был понятен. Во-первых, «les États-Unis» — это Соединённые Штаты. Вот на слово «штаты» — это Соединённые. У нас здесь не хватает акцента «egu», наверное, потому что там была автозамена, потому что он должен тут стоять, вот в эту сторону знак «e-ta». Дальше как вы это произносите? «e-ta-zu-ni» — соединяем. «e-ta-zu-ni» — то есть новость из Соединённых Штатов. Священник бросает, дословно бросает воду, то есть стреляется, мы скажем, потому что там дальше пистолет, стреляется святой водой на своих верующих игрушечным пистолетом. Необычное, странное. В возрасте 70 лет он стал настоящей звездой в социальных сетях в продолжении распространения картинок этой мессы оригинальной, этой службы оригинальной. Дословно перевожу. И вот два минут вот этот источник с агентством опубликовано 20 мая 2020 года в 14.45. Обратите внимание на дату. Я вам уже говорила, что дата у нас говорится «le», и дальше просто дата никак не склоняется. «le vingt», «le trois», «le quatre», кроме первого. «le premier». Остальное просто вы говорите числом. Главное выучить числа. У нас, кстати, тоже есть видео по этому поводу. Ну ладно. Дальше. Время, когда вы указываете, предлог именно «a». Какое время? И когда его называете, то вы говорите «четырнадцать», потом «часы», а потом «минуты», и «минуты» уже не произносят. То есть это будет звучать как «a 14h45». И voilà, то же самое. «5 комментaires» и число тоже выучите. «400», «4 сотни», «80», «89». «889 partage». Когда произносите «конечное», не оглушайте «ж» будет. И voilà. То есть 489 человек поделился этой новостью. «le père», вот этот отец, «entrainde», у нас сейчас будет немножко об этом правильно, это называется «время présent прогрессив», то есть он в процессе поливания своих верующих святой водой. Вот эта фоточка, это комментарий. Скриншот с Facebook. Ensuite, чтобы соблюсти меры вот этой дистанции социальной, нужно иногда доказывать, что у тебя есть креативность и оригинальность. Это то, что доказал, тоже показал отец Тин Пельк, священник 70 лет из Мичигана, происхождением из Мичигана, осуществляющий свою деятельность в Детройте. Он использовал пластиковый пистолетик, и тут прилагательное «рампли», вот эту «о» нужно зачеркнуть, убрать, «рампли», наполненный святой водой, во время службы святой недели, священной недели, чтобы благословить своих прихожан, докладывает, рассказывает Bersfit News. Оригинальная идея была в чём? Чтобы сделать что-то для детей. Доверился он, то есть рассказал он. Они были, то есть они готовились к тому, выражение «être sur l'œuvre» — это к чему-то готовиться быть на пороге чего-то. Они были на пороге того, что пережили бы праздник Пасхи, как никогда ранее, то есть он был бы очень грустный, без общения. Тогда я себе сказал, что мы можем сделать ещё, но в то же время как бы соблюдая все протоколы вот этой социальной дистанции. Так же объяснил священник, который стал известностью в социальных сетях после распространения вот этой вот службы. Самая первая фотография была опубликована на официальной страничке прихода в Фейсбуке в месяце апреля, дословно перевожу, в месяце апреля. Но она стала по-настоящему вирусной такой вот, которую все распространяют. Как только она была опубликована, распространена, у нас была эта роль ей в Твиттере. Дальше. Соблюдать вот эту социальную дистанцию. После того, как он проконсультировался с другом-медиком, чтобы убедиться, что его действие, вот этот вот шаг не подтвергал опасности прихожан, отец Тим Пельк таким образом использовал пистолет пластиковый, чтобы благословить корзины пасхальные. То есть они приезжали с корзин, там яйца были, еще что-то, которые были ему представлены верующими. Эти, то есть верующие, останавливались перед ним на машине. Люди хотели увидеть что-то хорошее, хорошую сторону вещей, дословно, которые происходят в мире сейчас, в этот момент, объяснила Кристин Бюск, которая управляет страницей Фейсбука вот этого прихода. Они увидели это. И я думаю, что они также отметили, что Тим Пельк заботится достаточно о своих прихожанах, чтобы сохранять традиции живыми, работая в соблюдении вот этих вот санитарных директив, добавила она. Религиозный представитель, вот этот человек, также вдохновил этим более чем одного человека в социальных сетях, то есть в интернете, в сети. Более чем одного, значит, много, плюс дом. Но его инициатива была широко, его инициатива широко развернулась. Валя, значит, много очень людей, наверное, много священников что-то похожее начали делать. Et voilà! Давайте теперь посмотрим грамматические вот эти вот моменты и remarки, вам станет еще понятнее, а потом я еще раз прочту. Это вообще бросать на кого-то, на что-то, а здесь, так как это была вода, это брызгать, то есть в зависимости от контекста это слово будет по-разному переводиться. Дальше. Мне здесь, во-первых, нравится фо, как ненастоящий, игрушечный переводится, вы это запомните, это не только про это можно сказать, про многие вещи, это раз. А во-вторых, еще avec. Когда вы хотите сказать что-то с творительным падежом, то есть, например, я ем чем? Палочками, я пишу ручкой или карандашом, или я стреляю чем? Вот этим игрушечным пистолетом. Это будет предлог avec. Avec des baguettes, avec une cuillère, ложкой, avec un crayon, карандашом и так далее. Это вот творительный падеж, инструмент какой-то. Дальше. âge de, у нас было уже в статье в первой с вами, вот в этом курсе. В возрасте кого? И дальше возраст. âge de 60 ans, запомните это. Предлог sur, говорится о социальных сетях, об интернете. У нас там еще было sur le web, в сети просто. Sur les réseaux sociaux, это множественное число. У нас un réseau social, но sur les réseaux x, socio x, во множественном. Sur Facebook и sur Twitter. А английские слова обычно вот это, на r заканчивающий, произнос Twitter. Дальше. À la suite de quelque chose, продолжение чего-то. À la suite de quelque chose. Ensuite, la diffusion d'image. Diffuser quelque chose, распространять что-то. У нас тоже есть такое слово «diffuser». Diffusion d'image. И тут я хотела обратить внимание, что у нас почему здесь d'image. Потому что у нас есть diffusion чего? Diffusion de, а потом идут различные картинки. De plus des images. И вот когда в французском языке предлог de встречается дальше с неопределенным артиклем, вот партитивным, например, des, de la или du, вот это de, de la или du исчезает. Ну, потому что некрасиво. Вот французы не любят. Но чтобы это было тогда? La diffusion de des images. И они предпочли, чтобы это было la diffusion d'image. Если вы хотите сказать la diffusion des images, то нужно понимать, что предлог de мы оттуда уже сразу берем. У нас было la diffusion de. И получается, остается les. И тогда у нас идет речь о каких-то конкретных картинках. Чтобы сказать la diffusion des images, мы должны знать о каких конкретных картинках идет речь. Потому что там у нас определенный артикль. Если картинки не определенные, не конкретные, то мы берем de plus de. De исчезает, потому что слишком длинно и некрасиво. И остается только de. В данном случае с апострофом. Потому что имаж начинается классно. Получается la diffusion d'image. Дальше. Être en train de – это présent прогрессив. И переводится как быть в состоянии чего-то, как раз что-то делать. Например, я сейчас вам объясняю правило. Je suis en train de vous expliquer la règle. Je suis en train de discuter avec vous. Можно сказать, je suis en train de manger, je suis en train de partir. Я вот сейчас как раз таки уезжаю, ухожу куда-то. Как оно образуется? Глагол être, дальше как бы вот это entre, и плюс предлог de, и плюс инфинитив. Некоторые переводы «я в поезде» и плюс инфинитив. Если вам так будет понятно, запоминайте как про поезд. Мне и без поезда всё запоминается, так что… То есть он в состоянии поливания водой вот этой вот священной. Придумайте себе какие угодно примеры. Вот что вы сейчас… Vous êtes en train d'écouter, слушать, да? Или, например, vous êtes en train d'apprendre le français. Вы в состоянии учения французского языка. Любые примеры напишите, что конкретно вас касается. Ensuite, «arrose de bénit», «arrose de» – это поливать чем-то. Опять же, «arrose de». И потом идёт какое-то непонятное количество вот этой святой воды. Это не конкретное «le bénit», а это было с партитивным артиклем «de le bénit». И точно так же, как в предыдущем примере, «de» плюс «de l» исчезает и остаётся только «de», у которого усекается, апостроф появляется, потому что «o» с глаз начинается. Потому что было бы некрасиво «arrose» чем «de», и потом ещё с артиклем «de le bénit». Напишите, пожалуйста, понятно ли вам это правило. Оно достаточно такое распространённое. То есть, если вы подумаете над ним немножечко, вам станет всё логичным. Действительно некрасиво будет, если у нас два предлога будут рядом. Ensuite, хорошее выражение «faire preuve de» – делать, доказывать что-то, показывать что-то, дословно делать доказательства. И смотрите, тут опять «faire preuve de» – делать доказательства чего-то, и потом ещё какого-то количества вот этой креативности, оригинальности. Это не просто как качество, креативность, «la creativité» или «l'originalité», а не всё, не обо всём мы говорим, а вот о какой-то части. И опять же, получается «de de la creativité» – «de la ubera» – это стоимость только «de». И точно так же «de de l'originalité» – «de elle ubera» – «la stas d'originalité». Ensuite, «être originaire de» или просто «originaire de» – «origin» – это происхождение, то есть он происходит, он родом из «originaire de». Выражение это запоминаете? И посмотрите, я тут ещё в скобочках написала, чтобы мы могли хорошо сочетать. Если у вас дальше идёт что-то мужского рода, здесь «michigan» – это штат, да? Получается «du», так как «штат» – слово мужского рода, получается «du». Если множественное число, например, des États-Unis, у вас идёт предлог «de». Если страна женского рода или город, у вас идёт «de». У нас есть отдельный по этому урок, если хотите, опять же, напишите его в франкотеку, вам вышлют эти видео, и там прям много-много различных примеров и правила. Но это нужно запомнить. Мужской род «du» – «из» – откуда-то родом быть. Множественное число «de» – женский род и города «de». Voilà. Дальше. Un pistolet – un plastique. Мне здесь нравится этот предлог «un». Он нам помогает говорить о том, из чего сделана вещь. Un plastique – из пластика. Un metal – из металла. Un noir – из золота. Un argent – из серебра. Un noir – из дерева и так далее. Запомните. Если хотите сказать, что из какого-то материала, то употребляйте этот предлог. Дальше. Leur de – это во время чего-то. У вас, наверное, уже, вы знаете предлог «pandant». Иногда это можно заменить на leur de. Это уже более официально, более красиво звучит. Почему нет? Иногда свою речь более такой вот богатой сделать. Leur de – pendant la réunion. Leur de la réunion. Voilà. Но, разумеется, когда вы обычно с друзьями говорите короткими фразами и так далее, то pendant совершенно нормально будет. А если уже что-то пишете или, например, экзамен сдаете, то это будет красиво. Дальше. Être sur le point de faire quelque chose – это быть как раз-таки на пороге. Вот-вот что-то сделать. Être sur le point de faire quelque chose. И там ребята были на пороге того, чтобы они отпраздновали очень грустную Пасху. Ensuite. Une célébrité – une star. Слово célébrité – известность. Star – звезда английская. То есть во французском языке очень много они используют вот этих вот англицизмов. И здесь вот два варианта, как хотите, так и называйте. Автор использовал два, чтобы не повторяться. Сказать в апреле можно an avril, то есть используя предлог как здесь вот an, а можно сказать в месяце апреля. Au mois d'avril. Напишите с другими месяцами, чтобы запомнить. Дальше. En réalité – в реальности на самом деле. Просто, чтобы вы запомнили. Что, например? En réalité – j'apprends le français depuis deux ans. Но на самом деле я учу французский уже два года и пока никак не могу выучить. Например. И так далее. Дальше. Шестнадцатая. Une fois plus participe passé. Вообще une fois переводится как один раз. Но тут une fois plus participe passé – это как только, сразу же, как… То есть там был такой вот контекст. Сразу же, как она опубликовалась в Твиттере, все ее начали перепащивать. Je suis pas commandeure. То есть начали ее распространять. Там был глагол «volier». D'accord? Une fois plus participe passé. Ну, например. Une fois mouge, je suis de bonne mère. Как только я поем, вот только вот прям… Je suis de bonne mère. Я вот как только поела, сразу в хорошем настроении стала. Ну, что в таком духе. Очень банальный пример. Обычно так, что-то посложнее говорят. Но вы посмотрите в интернете. Я всегда тоже предлагаю в Твиттере. В Твиттере есть поисковик. И вы вводите какое-то сочетание и смотрите, как настоящие живые люди, как вы и мы в русском, пишут на французском с этим выражением. Потому что иногда какое-то выражение мы найдем или сочиним, а такого выражения, если вот в Гугле его нет, в Твиттере его нет, значит, его не существует. И мы пока не можем с нашей лингвистической компетенцией сочинять слова другого языка или выражения. Так что вы что-то, если придумали или увидели где-то, сомневаетесь, как это употребляется, смотрите в Гугле или в Твиттере. Тогда вам будет уже понятно, и вообще контекстов вы много увидите. И вот можете посмотреть. «Une fois manger» есть такое в Твиттере или нет? Или «Une fois dormi» или «Une fois posté» скорее всего там будет уже много-много всего. И теперь давайте хорошо с вами произнесем это. Вы повторяйте за мной. «La grammaire et des remarques» «La grammaire et des remarques» У нас с вами еще и физическое такое, чтобы мы с вами речевой аппарат наш заставили работать иначе, так как он раньше никогда не работал. Дальше. «Lancer sur» Вытягиваем эту «U», она такая плотная. «Авэк он фоу-пистолет» «Авэк он фоу-пистолет» «Авэк он фоу-пистолет» Вот так замечательно. «Авэк он фоу-пистолет» «Авэк он фоу-пистолет» «Авэк он фоу-пистолет» «Авэк он фоу-пистолет» «感覺 я потянула мне к чу-чому.» как идти, и у него должна быть такая свобода, ничего ему не должно мешать, рот должен быть открыт. Можете прям пропеть практически, вы, французский, иногда смотрите какие-то интервью, как они говорят, вы поймете, что это не странно. Дальше. ПЕРО ПЕРО Фaire preuve de créativité et d'originalité. Être originaire de du Michigan, des Etats-Unis, de France, de Moscou. Un pistolet en plastique, l'heure de quelque chose, l'heure de quelque chose, être sur le point de faire quelque chose, être sur le point de faire quelque chose. Une célébrité, une star. Une star. Au mois d'avril. Au mois d'avril. Il en réalité une fois. Et voilà. И давайте с вами посмотрим. Сейчас несколько с вами фраз прочтём, чтобы как раз-таки поработать над артикуляцией. Я сначала прочту фразу медленно, потом по слогам, а потом мы с вами быстро пару раз произнесём её с интонацией. Смотрите. Смотрите, медленно. Смотрите на артикуляцию. Etats-Unis, un prêtre lance de l'eau bénite sur ses fidèles avec un faux pistolet. И теперь давайте по слогам. Etats-Unis. Прямо повторяете. И вам нужно каждый слог очень чётко произносить. Etats-Unis. Дальше. Un prêtre lance. Еще раз. Un prêtre lance. Следующая. Pardon. De l'eau bénite. О здесь глубокая. De l'eau bénite. Следующая. Смотрите. 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 И теперь по маленьким кусочкам. Etats-Unis, un prêtre lance de l'Eubénite sur ses fidèles avec un faux pistolet. Сью-frazo. Etats-Unis, un prêtre lance de l'Eubénite sur ses fidèles avec un faux pistolet. Super. И вот эту фразу «age», сначала медленно читаю, потом побыстрее и по слогам будет тоже. «Age de 70 ans, il est devenu un véritable star sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d'images de cette messe originale». Здесь очень много всяких оппозиций, когда открывается-закрывается, нужно, чтобы все звуки были ещё чёткими, но не рубленными. Давайте попробуем по слогам. Еще раз. Il est devenu une véritable star. Il est devenu une véritable star. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. «A la suite de la diffusion d'images». «A la suite de la diffusion d'images». «A la suite de la diffusion d'images de cette messe originale». «A la suite de la diffusion d'images de cette messe originale». Если хорошо начнёте вот это всё читать, потом вы можете это всё пересмотреть, у нас это будет в YouTube, здесь, где смотрите, тоже там сохранится запись, на каналах библиотеки иностранной литературы, франкотеки, в Instagram. То есть, если даже с этими двумя фразами вы поработаете, будете хорошо их произносить, вы уже многое поймёте, в принципе, того, как произносить вообще по-французски фразы, где нужно тянуть, где нужно вытягивать. Можете вебинары, кстати, дополнительные по фонетике посмотреть, у нас есть они на канале. Это всё делается достаточно легко, время, как и обычно спорт, то, что вы занимаетесь, то есть, чтобы пресс накачать и так далее. Это нужно, чтобы наш речевой аппарат привык определённым образом двигаться, чтобы мышцы, которые никогда не работали, начали работать быстрее, потому что у нас есть носовые звуки, «Р» по-другому формируются. Но это всё достаточно возможно. «Они-ва», теперь с интонацией. «Ажей de 70 ans, il est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d'images de cette messe originale». Ваша задача с такой же скоростью произнести. Может быть, даже не сейчас, а потом, когда будете пересматривать. И теперь, вы отдыхаете, вы молодцы, вы со мной были целых 45 минут. Теперь я читаю эту статью, вы не смотрите и просто наслаждаетесь тем, что вы понимаете уже чуть-чуть больше. Если у вас уровень А1, даже если вы 10%, 15% этой статьи понимаете, это уже огромная победа, поскольку статья не адаптирована, она для французов написана, а вы её уже смотрите сейчас. Если уже уровень побольше, то, разумеется, нужно понять побольше. Я буду считать достаточно быстро. Давайте даже двумя способами прочитаю. Один раз помедленнее, а потом второй раз ещё побыстрее. Чтобы вот для разных уровней было. У него. Всё, вы не смотрите на текст. «Éтас-Уни, un прятер lance de лоббенит sur ses fidèles avec un faux-pistolet. Insolite, âgé de 70 ans. Il est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d'images de cette messe originale. 20 minutes, avec agence, publié le 20 mai 2020 à 14h45. Мисе ажур, le 20 mai 2020 à 14h45. 5 commentaires, 499 partages. Le père, en train d'arroser les fidèles d'eux bénites, capture d'écran, Facebook. Pour respecter les mesures de distanciation sociale, il faut parfois faire preuve de créativité et d'originalité. C'est ce qu'a démontré le père Tim Pelk, un prêtre de 70 ans, originaire du Michigan, exerçant à Détroit. Il a utilisé un pistolet en plastique rempli de bénites, l'heure de la messe de la semaine sainte, pour bénir ses paroissiens, rapporte BuzzFeed News. L'idée originale était de faire quelque chose pour les enfants, a-t-il confié. Ils étaient sur le point de vivre une fête de Pâques comme jamais auparavant. Alors, je me suis dit, que pouvons-nous encore faire pour respecter les protocoles de distanciation sociale ? A également expliqué le prêtre, qui est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux après la diffusion de cette messe. Une première photo a été postée sur la page officielle de la paroisse sur Facebook au mois d'avril, mais elle est en réalité devenue virale une fois relayée sur Twitter. Respecter les distanciations sociales. Après avoir consulté un ami médecin, pour s'assurer que sa démarche ne mettait pas en danger les paroissiens, le père, Tim Pelk, a donc utilisé un pistolet en plastique pour bénir les paniers de Pâques qui lui étaient présentés par les croyants. Ceux-ci s'arrêtaient devant lui en voiture. Les gens voulaient voir le bon côté des choses qui se passent dans le monde en ce moment, a expliqué Christine Busk, qui gère la page Facebook de la paroisse. Ils l'ont vue, et je pense qu'ils ont aussi remarqué que Tim Pelk se souciait suffisamment de ses paroissiens pour garder ses traditions vivantes, un travaillant dans le respect des directives sanitaires a-t-elle ajouté. Le religieux en a inspiré plus d'un sur le web. Son initiative a été largement détourné. Это был средний быстрый ритм. Я надеюсь, что вы все-таки многое-многое поняли. И теперь для тех, у кого уровень прям совсем большой, такой высокий, я прочту это быстро-быстро. Д'accord? Ну, не совсем быстро, все равно должно быть естественно. Они таратуют, но есть какие-то лимиты. Начинаю. Этаз-Unis, un prêtre lance de l'eubénite sur ses fidèles avec un faux pistolet. Insolite. Агée de 70 ans, elle est devenue une véritable star sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d'images de cette messe originale. 20 minutes avec agence, publiée le 20 mai 2020 à 14h45, mise à jour le 20 mai 2020 à 14h45. 5 commentaires, 489 partages. Le père, en train d'arroser les fidèles d'eubénite. La capture d'écran Facebook. Pour respecter les mesures de distanciation sociale, il faut parfois faire preuve de créativité et d'originalité. C'est ce qu'a démontré le père Tim Pell, un prêtre de 70 ans, originaire du Michigan, exerçant à Détroit. Il a utilisé un pistolet en plastique rempli d'eubénite lors de la messe de la semaine sainte pour bénir ses paroissiens, rapporte BuzzFeed News. L'idée originale était de faire quelque chose pour les enfants, a-t-il confié. Ils étaient sur le point de vivre une fête de Pâques comme jamais auparavant. Alors je me suis dit, que pouvons-nous encore faire pour respecter les protocoles de la distanciation sociale ? A également expliqué le prêtre, qui est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux après la diffusion de cette messe. Une première photo a été postée sur la page officielle de la paroisse sur Facebook au mois d'avril, mais elle est en réalité devenue virale une fois relayée sur Twitter. « Respecter les distanciations sociales ». Après avoir consulté un ami médecin pour s'assurer que sa démarche ne mettait pas en danger les paroissiens, le père Tim Pelk a donc utilisé un pistolet en plastique pour bénir les paniers de Pâques qui lui étaient présentés par les croyants. Ceux-ci s'arrêtaient devant lui en voiture. « Les gens voulaient voir le bon côté de choses qui se passent dans le monde en ce moment », a expliqué Christine Busse, qui gère la page Facebook de la paroisse. Ils l'ont vu. Et je pense qu'ils ont aussi remarqué que Tim Pelk se soucie suffisamment de ses paroissiens pour garder ses traditions vivantes en travaillant dans le respect des directives sanitaires, a-t-elle ajouté. Le religieux a inspiré plus d'un sur le web. Son'initiative a été largement détournée. Et voilà. Nous avons terminé. Nous закончили. Это наш был третий урок. Спасибо вам большое за то, что вы с нами были. Пишите обязательно свои комментарии, пишите в франкотеку, пишите нам в школу, вот контакты. Регистрация уже не актуальна, мы уже закончили, но есть шансы, и мы тоже будем рады это всё продолжить. Ждём от вас информации, понравилось ли вам, может быть, у вас какие-то есть новые инициативы, какой момент вам больше всего понравился, как вообще вам статьи, потому что статьи, они тоже все были разные, но старалась я выбрать их достаточно интересными. Прогресс, потому что всего лишь было три статьи, кстати, есть возможность посмотреть и другие. Всего у нас было подобных выпусков уже 18, то есть 15 до вас, и три вот с вами здесь с порталом Культура.РФ. Если вам интересно, посмотрите, с первого прям начинайте и постепенно дальше идите, потому что они, в принципе, с друг другом связаны, и некоторые вещи я уже второй раз не объясняю, потому что объясняла до этого несколько-несколько раз. Благодарим всех организаторов Библиотеку иностранной литературы, Франкотеку за то, что нам помогли, наших дорогих учеников, которые этот проект уже оценили и вызвали нам свою благодарность и вдохновили нас на то, чтобы мы делали что-то новое. Ждём вас на наших новых мероприятиях, которые у нас проходят ежедневно, еженедельно. Скоро у нас открывается тоже с Библиотекой и с Франкотекой новый курс бесплатный для подростков. Регистрируйтесь, это будет для детей 11-14 лет с нуля, французский, 8 занятий в июне. Мы сделаем такой подарок к Дню защиты детей. Так что будем рады видеть вас, ваших деток вместе с нами. И до скорых встреч, хорошего вам дня, и учите французский. Au revoir, а бьетто. Субтитры подогнал «Симон»!